Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что нужно немножечко изменить вообще представление о том, как обстоят дела. То есть ваши мысли, ваши мысли, это результат ваших желаний. Это, по сути, такая конечная, конечная, да, последняя инстанция ваших желаний. И мысли появились ваши не случайно, то есть у них есть причины. Вот вы говорите, что ваша супруга прелесть, что она идеальна во всём, в том числе и в постели. Вот, всё это здорово, но мысли возникают. И это говорит о том, в первую очередь, что вы не уверены в себе. Вот, по крайней мере, я не увидел в ответах на ваш вопрос, так, с того, чтобы вам это говорили. Вы не уверены в себе. Почему я так считал? Почему я так думаю? Вы, во-первых, скорее всего, слишком сильно идеализируете свою жену. Ну, вообще, вообще, вот, в некотором смысле, да, вы... Чересчур её идеализируете. Вы говорите, что она идеальна во всём и так далее. Я верю, что она идеальна для вас, но... Как бы вы не считали себя недостойным её. Вот что самое неприятное во всей этой истории. То есть, вы мучаете, вы мучаете человека не тем, что предлагаете, а вы скорее мучаете человека тем, что не уверены в себе. Что... Как будто не можете определиться с тем, чего хотите вы сами. И вот из-за этого, из-за этого человек действительно страдает. А ваша неуверенность в себе, это... Это самооценка. Это самооценка. Это что, как, как вы себя воспринимаете. Это то, что вы о себе думаете. И вот в этих направлениях вам, по сути дела, и нужно работать. То есть, если вы увидите за тем, что происходит, ээээ... свое... сомнению... в себе... что если вы увидите за тем, что происходит, ээээ... факт неуверенности... в себе... то я думаю, что ситуация достаточно быстро нормализуется, по крайней мере, вы перестанете мучить свою жену, да, и предлагать ей. Но для этого, опять же, нужно, как следует, подумать о том, что за желания, какие ваши желания, да, привели вас к этому, вот, к тому, что есть сейчас, на данный момент. То есть, то, что это произошло, там, внезапно, да, ну, я, понятное дело, не верю. Потому что вряд ли это произошло недавно. Скорее всего, это было и было достаточно продолжительное время, но это всё какое-то время дремало внутри вас, а потом, да, случайно, вырвалось на свободу. Вот. И опять же, опять же, опять же, опять же, нужно понимать, как следует. Нужно понимать, что в этом ничего нет плохого. Это ваше желание. Это то, чего вы хотите, это то, что вам нужно. И, да, это неприятно. Я согласен. Да, это мучительно для вашей жены. Да. Всё так. Всё так. Всё так. Но, несмотря ни на что, это то, чего вы хотите. Нужно понять, нужно понять, чем продиктовано то, что вы чувствуете. Чем продиктовано то, что вы хотите. Чем продиктовано то, что вы предлагаете. Чем продиктовать своей жене. Вот. Я думаю. Я думаю. Что если. Вы. Отнесётесь. К этому вопросу. Серьёзно. Я думал, что если вы, как следует, поработаете со своим отношением. к себе, самому, что в такая потребность ведёт. Вот. И для начала я предлагаю вам подумать, подумать, просто подумать, что вам даст, что вам даст, то, что вы, собственно говоря, хотите-хотите, что вам это даст, что вы ожидаете получить в результате, то есть, ну вот, представим, да, представим себе, что это происходит, представим себе, что это имеет место быть, да, вот, а что вы получаете? Так просто вот вам нужно ответить себе на этот довольно, ну, на мой взгляд, простой вопрос, вот, что-то не нужно следить за своих мыслей, не нужно пытаться их убрать, избежать и так далее, они не уйдут. Чем сильнее вы стараетесь это сделать, чем сильнее вы стараетесь убрать свои мысли, тем сильнее они будут на вас добить, тем сильнее они будут давать от себе знать, потому что это ваше желание и они никуда не денутся, как бы вы не хотели. Поэтому я думаю, что для реального результата, для настоящего результата, если вы действительно хотите, чтобы ситуация поменялась, вам нужно наоборот раскрыть себя своим желанием и пропустить их через себя, позволить им своим желанием быть и увидеть, что за ним стоит. Как вы будете себя чувствовать, например, если вот получится всё то, что вы так хотите. Вот. Я думаю, что вы пытаетесь доказать... доказать себе и может быть своей жене, что вы самый лучший и единственный у неё, я думаю, что вам другой мужчина нужен для того, чтобы на его фоне выглядеть классно. то есть вам нужно, вы как будто хотите проверить, ну может не да, может быть проверить себя, может быть проверить свою жену, ну я думаю, что скорее всего вы хотите проверить себя, но по итогу проверяется всё-таки жена. То есть тут вот никуда не деться при всём желании. Вот. И это на самом деле, конечно, не то чтобы прям проблема, да, то есть это не то чтобы прям трагедия, но просто нужно осознавать, нужно отдавать себе отсчёт в том, что это происходит. Вот. Чтобы не обманывать, не обманывать там, например, себя и не обманывать, там, допустим, вашу жену. Вот. Которая вот действительно достойна того, чтобы хотя бы вы были с ней честны. Вот. Я думаю так. То есть избавляться от мыслей, да, ещё раз, избавляться от мыслей не надо. Избавление от мыслей ничего не даст. Потому что это часть вас. Пока что на данный момент это часть вас. И пока это часть вас, ну всё так и будет происходить. Вот. Другое дело, что это можно исправить, и вот здесь основной вопрос, что вы готовы делать. То есть вот в рамках, в рамках, значит, работы, ну вот так вот, такую работу, как она ведётся сейчас, на данный момент. Ну, помочь вам не представляется никакой возможности, потому что слишком мало вас интернетски. Вот. Но если вы готовы работать, то обязательно выбирайте себе психолога на нашем ресурсе, и... Женайте с ним взаимодействовать. Жену тоже позовите. Может быть у вас в семейной жизни проблемы, проблемы какие-то. Такое бывает. Вот. А, значит, вы говорите, что вы вместе двадцать семь лет. Да, то есть это довольно большой срок. Вот. Но за это время всё же многое меняется, и кто знает, может быть вы начали в себе сомневаться. Вот. Только представьте себя винить. А, вот. Обменять себя представьте. Вот. Ну и, соответственно, вы пишите, помогите, пожалуйста, поставить мои маски на местное, что нужно сделать, чтобы выкинуть это из головы и не мучить любимого человека. Ну, если выкинуть из головы не получается, значит, имеет место механизм навязчивости, навязчивой идеи. Навязчивая идея, это да, про определенный запрет. Вот. 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 Какого рода запрет, если у вас это нужно выяснять? Вот. Вы говорите, что у вас эти мысли начинаются в подселе, да? Соответственно, попробуйте, когда это происходит, да, то есть когда начинается, когда вы чувствуете, что, ну, что эти мысли у вас есть, да? Когда вы чувствуете, что они появляются, вот, значит, почувствуйте, постарайтесь подумать в этот момент о чем-нибудь другом. То есть, ну, ну, абсолютно, абсолютно любая мысль, какая только вообще может быть, да? Вот. Порумните. И если вы не сможете этого сделать, то, ладно, значит, есть запрет. Но нужно искать, кто и почему вам его внушил. Вот. Что касается шины, то, на мой взгляд, за столько лет совместного проживания должен быть определенный кредит доверия. Ну, вот. У нее сквам, ну, мне кажется, это справедливо. Вот. Так что, ну, вот, понимаете, это как кризис. Вот. Ну, кризис, естественно, не закончится сам по себе, да? То есть, если, если с ним ничего не делать, то он будет продолжаться. И свою жену вы можете, конечно, потерять. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего доброго, удачи и правильного выбора в этой ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!